Всем привет! Эта неделя ознаменовалась несколькими событиями. 20 октября, допустим, GTA 3 исполнилось 20 лет. Великая игра. Ну а сегодня, 24 октября, Сосискиным исполняется 2 года. В честь этого я решил записать вот этот видосик и рассказать там краткую историю этого сериала. Ну, почта не буду томить. Поехали! Делось все 21 октября 2019 года. Тогда я шел из Басика домой и поскольку мне были включены уведомления на ютубе, я увидел, что Сосиско выложил новый видос. Я смотрю, а это была пародия на Воронин. Так как тогда моим основным занятием на ютубе было создание видосов один час, то я мгновенно закачал этот видос, нарезал видос на один час и пошел, поставил его рендерить. На следующий день мы, значит, короче, с другином строили общежитие из видосов Реджа. Короче, я придумал такую идейку. Что, если сделать этот видос Сосиски, растянуть его немножечко и сделать чуть-чуть подробнее. Так и появилась идея Сосискиных. Отосняли мы ее всего лишь за 3-4 дня. Эх, у меня сейчас такую продуктивность. Причем я помню, как я записывал один момент. Это был момент с дедом. Так как тогда была версия Minecraft 1.13, то в ней был очень-очень такой баг неудобный. Дело в том, что на одному персонажу мог нацепиться скин другого персонажа. Это очень-очень сильно мешало нам в съемках. Ибо как на одного персонажа постоянно ставился скин другого. Ну, вы поняли. И поэтому в кадре не могло быть не больше одного человека. Мы, короче, записывали это при помощи хромакея, при помощи обрезки видео. То есть мы вот таким образом изворачивали, чтобы у нас ну хоть что-нибудь да вышло. Рендерились видосы в три этапа. Первый этап проходил в Кинемастере. Там я тупо нарезал видос. Дальше я работал с хромакеем. Работал я в Проге PowerDirect. Дело в том, что я тогда не знал, что в Кинемастере уже был хромакей. И третий этап, так это было добавление всяких эффектов и озвучивание. Проходил он в Кинемастере. После того, как мы выложили первую серию, кстати, я помню, как я писал озвучку для этого. Я когда шел из Басика домой, опять-таки, я зашел за гаражи и там тупо писал озвучку. Это вам прикол, что в этот момент мимо проходил какой-то мужик, поэтому я и говорил тихо, что отразилось на самом видео. После того, как я выложил первую серию Сосискиных и две недели не обращал на нее внимание, потом я смотрю, Сосискины хайпанули. Я тогда был просто несказанно рад, то что количество подписчиков увеличилось с 35 до 52. Первая серия Сосискиных является самой популярной на моем канале. Правда, являлась она таковой до сентября 2020 года, а то я заменил вот этот видос. Этот же видос являлся самым задизлайканным на моем канале, ибо как было дофига индивидуумов, которые подумали, что я украл видос Сосискиных. Где-то через месяц мы начали работу над второй серией, отосняли ее довольно быстро, причем была кстати бета-версия этой серии. В этой версии просто была другая карта, и выглядело это все вообще по-другому и более бедно. Она не вышла из-за того, то что при форматировании моего телефона были удалены все данные. Кстати, вторая серия является самой короткой на моем канале. Дальше уже практически не делая перерывов, тогда вроде было 10 декабря, третью серию мы хотели выпустить прямо к самому новому году, мы почти сразу же начали работу на третьей серии. Причем во время съемки был довольно интересный случай, точнее во время монтажа, когда из-за того, что я чисто случайно расположил звуковые дорожки с озвучкой, они очень и очень смешно наложились. К сожалению, сейчас я это показать не могу, ибо как прототипов нету. Кстати, для третьей серии было сделано два прототипа, один из них выжил. Правда там нету практически ничего интересного. После нового года мы тоже начали работу на четвертой серии. Был написан сценарий, и мы практически все озвучили, но тут мы посрались сосиской. Произошло это из-за того, то что абсолютно все стали называть его в школе не по имени, а сосиска, и в итоге его это выбесило, и он ушел. Еще через некоторое время, из-за какого-то странного бага в Азэскрин рекордере, из-за чего все абсолютно видосы попали в какую-то скрытую папку, я лишился абсолютно всех наработок по четвертой серии, из-за того, то что случайно эту папку я очистил. Забываем прикол то, что пропажи я заметил только после того, как начал записывать какой-то обзор на мод в GTA San Andreas. Да и такое должно было выходить на моем канале. В итоге, я решил временно забросить сосиски, но тут объявляется Никита Фималин. Он расспрашивает меня о том, где четвертая серия, но я ему конечно объясняю то, что я случайно удалил, и тут он мне предлагает помощь в съемках. В итоге мы с ним быстренько списались в DS и решили сниматься на сервере Hype Go. Отстроили там дом и начали съемки. Сосиски на мини были отсняты за два часа. Мне бы такую продуктивность сейчас. А сосиски на четвертой серии была отснята за недельку, ровно за недельку. Кстати, в этот момент мы познакомились с Мартой. Почти сразу же мы тогда начали работу и над пятой серией. Но тут как-то вечером я захожу на Hype Go и вижу, что сервак закрылся. Я просто молниеносно тогда летел в их неофициальную группу в ВК и читаю там, что сервак закрылся из-за отсутствия денег. Закрылся он на время. А должен был открыться он вроде бы 21 апреля. И тут прям по иронии судьбы, 20 апреля у меня ломается USB в салотной телефоне. То есть я его не мог не зарядить, ничего с ним не сделать. И где-то через недельку я связываюсь со всеми и говорю то, что то-то-то у меня сломался USB слот. И скорее всего, пока мне его не починят, мы не сможем ничего записывать. Починили мне его где-то под летом. Сразу же мы начали работу над пятой серией. Кстати, я забыл сказать то, что еще в апреле был написан сценарий. И как раз по нему мы и начали все снимать. Снимали мы где-то недельку, а потом команда испарилась. Просто все исчезли. Я всем писал, типа, гость снимать, гость снимать. Но никто не отвечал. В итоге, через некоторое время, мобилка опять форматнулась. И я потерял все наработки. Ну и тогда вроде бы и Hype Go вроде бы вайпнулся. И мы потеряли дом. Ну и, собственно говоря, таким образом, потихонечку, но верно, пали сосискины. Но, ребята, не все так плохо. Работа над сосискинами ведется. Еще где-то с Юлией Августом мы начали работу над пятой серией. И она уже скоро выйдет. Осталось озвучить всего лишь парочку фраз. Реально. Блокапы всех файлов имеются. Так что, в случае, если вдруг мы что-то потеряем, то все есть. Ну а я же хочу поздравить абсолютно всех, кто ждал, ждет и продолжает ждать выхода новых серий. Просто огромное вам за это спасибо. Вы меня очень мотивируете на это. Ну а, собственно говоря, огромное всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта мини-история этого сериала. Ну и, собственно говоря, с двухлетием. Субтитры сделал DimaTorzok